Не почтальон Печкин, но с повесткой. В этой квартире прописан Николай Конкин. Он не платит алименты. Долг 60 тысяч рублей. Дома приставы сегодня застали только его неродную бабушку. Я на себе на бабушку. Она остается на хранение. Я ничего не знаю. Ой, 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 зачем взяли? Ой, это не мое, не мое. Под опись попали телевизор, игровая приставка и бытовая техника. Забирать приставы ничего не стали. Пока. Имущество оставлено на ответственное хранение должнику. То есть в течение 10 дней он может опротестовать данный акт. Либо оплатить за должность и вернуть себе имущество в пользование. Либо мы это имущество реализуем и погашаем часть долга по алиментам. Но не всегда приставам открывают двери. Помочь не могут и соседи. Не знаете ничего про Юсупова Романа «Витальность должника»? Ничего не знаю. В таких ситуациях приставы выписывают повестку и оставляют ее в дверях неплательщика. Должников по алиментам только в Казани больше 5 тысяч. Самая крупная невыплата больше миллиона рублей. Из них более 3,5 тысяч должников являются злостными неплательщиками. Они ограничены в выезде и к ним применены иные меры принудительного исполнения. В случае, если должник отказывается платить и не владеет имуществом, чтобы покрыть долг, то алиментчик привлекается к уголовной ответственности. Строг лишения до одного года. Слава Тухмадуллин, Марат Сайдгараев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин